Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. Свалка бытовых отходов в садоводческом товариществе Мичуринин-Стрим. Ориентировать вас на то, что вы возьмете в руки оружие и будете воевать. Учебно-полевые сборы школьников воинской части села Пешково. Балет – это сложная профессия, поэтому прежде всего это, конечно, фактура, сценические данные детей. Академия балета Бориса Эйвклана ищет юные таланты в нашем городе. Городской дворец культуры теперь будет носить имя Валерия Иванова, азовчанина, который возглавлял Управление культуры Азова, внес большой вклад в развитие творческих коллективов и продолжил муниципальную службу в качестве министра культуры Дона. В этом году Валерию Иванову исполнилось бы 70 лет. Память о делах этого доброго, талантливого человека живет вечно. Сегодня на плановом совещании сотрудников отдела культуры администрации города единогласно была одобрена инициатива о присвоении ГДК имени Валерия Иванова, который всю свою жизнь посвятил развитию культуры в Донском регионе. Инициативу озвучил начальник отдела культуры Дмитрий Чернавский. В связи с юбилеем Дома культуры, который состоится в октябре месяце, есть инициатива о присвоении имени Валерия Андреевича Иванова городскому Дому культуры. Это будет согласие его вдовы, то есть супруги, соответственно, с ее письменного разрешения и так далее. Вот такая инициатива, и я бы вынес на повестку дня сегодняшнего собрания, и, соответственно, если это возможно, сопрактоколировать данное решение или ваше мнение о данной инициативе. Будет, конечно, некрасиво, если мы не поддержим из того места, где человек отдал большую часть своей жизни. И раз. Во-вторых, он столько сделал, работая здесь, работая в Ростове, добра для работников культуры, не только нашего города. Поэтому поддерживать надо просто по-человечески, все амбиции отбросить. Это наш авторитет, авторитет культуры. Почетный житель города Азову Валерий Иванов знаком не одному поколению горожан. Его имя связано с новой эпохой в жизни региона. Все участники совещания одобрили идею, что имя человека, сделавшего очень много для развития культуры Донского края, будет носить городской дворец культуры города Азова. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истомин, Азов.Инфо. В прошлогодних выпусках программы Азов.Инфо мы сообщали о проблеме жителей дачного товарищества Минчурин-3, жизнь которых отравляет несанкционированная свалка. Ситуация усугубляется тем, что товарищество является банкротом, в связи с этим отсутствует какое-либо руководство. Тем не менее, в конце января этого года заместитель главы администрации ПЖКХ Анатолий Рябаконь пообещал, что с наступлением благоприятной погоды стихийная свалка будет ликвидирована. Действительно, на сегодняшний день она стала несколько меньше. Видимо, попытки навести порядок все-таки были. Однако, в целом, практически ничего не изменилось и огромные кучи мусора продолжают отравлять окружающую среду. Сегодня на базе воинской части номер 48-514 близ села Пешково состоялись учебно-полевые сборы по основам военной службы. 150 допризывников из Азовских школ и профессионального училища номер 45 осваивали навыки сборки-разборки оружия, рукопашного боя, строевой подготовки и оказания первой медицинской помощи. Я хочу вам сказать, что никто не ставит своей задачей ориентировать вас на то, что вы возьмете в руки оружие и будете воевать. Но готовым быть защищать себя, свою мать, свою девушку или жену, своих детей, свою родину, свой дом. Это обязанность любого мужчины. Поэтому я желаю вам всем освоить успешно программу сегодняшних учебно-полевых сборов, доказать самим себе, что вы можете, знаете и готовы это сделать. Несмотря на то, что с момента празднования Дня Великой Победы прошел почти месяц, в нашем городе продолжаются торжественные мероприятия и встречи, посвященные 9 мая. В конце недели в Азовский порт из Керчи прибудут исторические корабли, участвующие в Великой Отечественной войне. Жители нашего города смогут совершить экскурсию и узнать интересные подробности об экипаже и судах, которые стали легендами Крымского полуострова. Это значимое событие для Азова, который, в свою очередь, гордится и дорожит самой главной своей живой легендой. Это единственный, кто остался в живых, освободитель города, боец 5-го Донского казачьего полка Николай Савельевич Неживенко. Помощь, внимание и поддержка ветерана войны долг каждого жителя нашего города. Повод для встречи найдется всегда. Был передислоцирован корпус в Венгрию, после чего он получил приказ возвращения домой, что, я считаю, для казаков самый главный праздник, что они его очень ждали. И потом пешим строем через Европу, через Россию на Дон пришли уже к ноябрю, конечно, но приказ они получали именно в мае. Поэтому очень много с чем можно поздравить ветерана. Азовские казаки – частые гости в доме Николая Неживенко. И каждый раз, независимо от дат календаря, поздравляют с Днем Победы и благодарят Николая Савельевича за все, что он сделал. В конце мая корпус был передислоцирован в Венгрию. И там ряд операций провели по борьбе с остатками фашистских войск. И был приказ получен. Говори сначала. Сначала началось. Сначала? Пришли поздравить вас. Пришли поздравить вас. С 9 мая во-первых, ну, которое уже прошло праздник. В конце мая отмечается еще одно знаковое событие в истории Великой Отечественной войны. В значении Сергея Ильича Гошкова командиром 5-го Донского казачьего корпуса. Николай Неживенко отлично помнит историю своего полка и практически сразу указал казакам на небольшую неточность. И в 45-м году, в мае месяце... А ты не ошибаешься? Нет. Он в 43-м году уже в госпитале. В 43-м. В 43-м году назначился. И в 44-м там. Он был замом. Это вот сведения, которые, извините, в интернете есть. Я там не был. Ну, там в интернете я не знаю. Может быть, немножко подпутали, но, во всяком случае, мы... Попутали, попутали. Да. Он раньше назначенный. Среди гостей и Валерий Анищук, служивший в 70-е годы в 5-м Донском казачьем кавалерийском полку. Вот. И я служил там. И вы как старый, как ветеран. В принципе, мы как однополчане. Только вы ветеран, а я уже помоложе. И мне очень приятно вас поздравить. С праздником. С праздником, да. С праздником поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо. В завершении встречи казаки поблагодарили Николая Савельевича за внимание, пожелали ему крепкого здоровья и хорошего настроения. Вражья пулька перепела кожу на субборь, а другая проследила новую гармонь, парусская егда, и новую гармонь. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Александр Истунин, Азов-Инфо. Педагоги школы балета Бориса Эйфмана ищут новые таланты в Азове. В городском дворце культуры начались бесплатные просмотры юных танцоров, лучшие из которых получат шанс на поступление в одну из самых известных балетных школ страны. Санкт-Петербургская академия танца Бориса Эйфмана ищет таланты в Азове. В городском дворце культуры начались бесплатные просмотры для поступления в одну из лучших балетных школ России. Санкт-Петербургская академия танца Бориса Эйфмана ищет юных талантов для того, чтобы предоставить им возможность получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе. Просмотр проводит преподаватель отборочной комиссии Наталья Бойцова. Балет – это сложная профессия, поэтому прежде всего это, конечно, фактура, сценические данные детей, но и физические данные. Все это мы отсматриваем и рекомендуем детей сейчас на месте и рекомендуем им приехать на экзамен к нам уже непосредственно в Санкт-Петербург в академию. Каждый из присутствующих претендентов надеется пройти отборочный тур. Все понимают, что для этого одного желания и трудолюбия недостаточно, необходимы и природные данные. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физические данные ребенка. На отборочный тур приглашаются талантливые дети от 6 до 13 лет. Я пришла, чтобы мне посмотрели мои данные и сказали, хорошие ли они у меня или нет. Я сюда пришла, чтобы меня осмотрели и сказали, хорошие у меня данные или есть какие-то либо недостатки. И можно мне поступить в Академию Эйфмана. Поступить в хореографическое училище одного из самых ярких и узнаваемых представителей современного танца в России и за рубежом – настоящая удача для тех, кто готов связать свою жизнь с балетом. Уникальность обучения в Академии заключается в том, что педагоги, помимо методики преподавания классического танца, используют разнообразные течения современной хореографии. Иногородним воспитанникам, зачисленным в Академию, предоставляется комфортное жилье на пюджетной основе. Завершились исследования на участке по перелку Достоевского, 54. Неожиданно для археологов было обнаружено погребение средневекового горожанина с инвентарем. Судя по погребальному обряду, человек относил себя к монголам. В душе этот человек был гордым монголом, но уже с городской пропиской. Поэтому его похоронили на северо-восток головой, но вместо оружия иконской упряжи ему положили всего-навсего нож. И, что необычно для вчерашнего кочевника, кольцо на палец. Особенно необычно для мужского захоронения наличие перстня. Это первое свидетельство пребывания этнических монголов в западном районе средневекового Азака. С каждым новым раскопом картина жизни средневекового города не только детализируется, но и усложняется. Уважаемые телезрители, если у вас есть претензии к работе предприятия «Азоводоканал», обращайтесь в редакцию пятого телеканала «Пульс». Будем делать новости вместе. Телефон 615-54. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. 31 мая ясно. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Влажность воздуха 52%. Уровень воды в реке Дон на 48 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке плюс 18 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин